Желательно, чтобы вы с PHP были знакомы, с понятием объектов, классов, но если будут какие-то вопросы, задавайте. Те примеры, которые я буду показывать, их можно скачать по этой ссылке, там небольшой zip-архив с PHP-шными файлами. Вначале будет небольшое введение, я расскажу о том, что такое вообще паттерны объектно-ориентированного проектирования, зачем они нужны, ну и потом посмотрим несколько примеров. Итак, что же такое паттерны? По-русски это называется шаблоны проектирования, но термин паттерны фактически является таким устоявшимся, поэтому обычно применяют именно его. Сам по себе паттерн представляет и описание какой-то часто встречающейся задачи при проектировании, при объектно-ориентированном проектировании и способов ее решения. Разработаны эти паттерны для того, чтобы программисты при создании программ с использованием объектно-ориентированных языков программирования не занимались изобретением велосипеда, то есть не решали те задачи, которые они или другие разработчики уже решали. Но, обращаю ваше внимание, паттерны не являются готовыми функциями, то есть из них нельзя сделать как таковые библиотеки. Хотя, многие паттерны используются так или иначе в различных библиотеках или фреймворках. То есть паттерн всего лишь описывает, как вам нужно спроектировать классы, интерфейсы в вашем приложении для того, чтобы красиво и эффективно решить ту или иную задачу. Из чего же состоит описание паттерна? Ну, оно, собственно, состоит из описания самой задачи. Также часто описываются те ситуации, в которых эта задача возникает, то есть реальное применение этого паттерна. Ну и описание вариантов решения. Надо иметь в виду, что одну и ту же задачу можно решить разными способами, поэтому существуют различные решения. Эти решения могут быть как независимы от конкретного объектно-ориентированного языка, то есть в принципе работать в разных ОПшных языках, так и могут быть решения специфичные для конкретного языка, то есть использующие специфические для этого языка синтаксические конструкции и особенности. Но когда говорят о большинстве паттернов, обычно какие-то специфические конструкции не используют, поэтому так или иначе подобные паттерны можно реализовать практически на любых ОПшных языках. Естественно, не только PHP, C++, C Sharp, Java и так далее. Вообще сам термин паттерны появился в книге четырех авторов, то есть это люди, которые создали само понятие паттерны. Они описали первые двадцатые паттерны в своей книге. Эти четыре человека, Гам, Хелм, Джонсонс и Влиссетс, они стали, как говорится, широко известны в узких кругах разработчиков. Их стали еще называть бандой четырех, Бенков Фос, есть такой сокращенный термин, ГОФ. Но и их книга, название которой вы видите, так и называется ГОФ БУК. В этой книге они изначально описали 23 паттерна, позже появились другие авторы, которые предлагали и другие виды паттернов. Сейчас паттернов больше 100, да и книг тоже достаточно много. Но вот эта книга, которая стала, что называется, первой в линейке книг по паттернам, она фактически является такой must-have книгой для любого разработчика. На каком-то языке программирования он не писал. А зачем нам нужно вообще паттерны изучать? Ну, во-первых, как я уже сказал, это позволяет не изобретать велосипед. То есть вы сможете решать часто встречающиеся задачи наиболее эффективным образом, способом. Второе преимущество – это стандартизация кода. То есть вы будете писать код не абы как, а используя стандартные подходы для решения подобных задач. Это сильно помогает, например, при работе в проекте, над которым трудится большое количество разработчиков, каждый из них делает какую-то свою часть, но им нужно взаимодействовать. Если разработчики используют готовые паттерны, новые решения или способы решения тех или иных задач, это помогает им легче понимать чужой код, то есть код своих коллег. И даже не столько понимать этот код, сколько уметь с ним правильно взаимодействовать. Поэтому паттерны, знание паттернов является обязательной составной частью для профессионального разработчика. Сами названия паттернов фактически стали таким жаргоном у профессиональных разработчиков. То есть когда, например, новый человек приходит в команду, команду, которая работает над существующим проектом, он знакомится с кодом, и ему, естественно, помогают с этим кодом знакомиться. Когда у него возникают вопросы, как функционируют те или иные компоненты, допустим, он спрашивает, как там работает вот эта компонента. Ему отвечают, что это реализовано, например, через фабрику, или вот эта компонента является адаптером, решающий вот такую-то задачу. И сами названия паттернов, фабрика, адаптеры и так далее, должны уже профессиональному разработчику сказать, что это такое, как оно в целом реализовано, и самое главное, как с этим взаимодействовать. Поэтому, повторюсь, знание, по крайней мере, базовых паттернов для профессионального разработчика обязательно. Если мы говорим о тех паттернах, которые были описаны в книге «Банда четырех», то их можно разделить, и, собственно, сами авторы их делят на три группы. Первая группа паттернов – это порождающие паттерны. Это паттерны, которые отвечают за создание объектов. То есть их главная задача – реализовать функционалы, обеспечивающие нам создание объектов нужных видов, с нужными настройками, с нужными параметрами и так далее. Сегодня я вам попробую показать реализацию паттерна «Синглтон» одиночка на PHP. Второй вид паттернов – это структурные паттерны. Они помогают правильно структурировать ваши классы, интерфейсы, настраивать между ними правильные отношения и так далее. Мы посмотрим один из этих паттернов сегодня – это адаптер. Я расскажу, зачем он нужен и какие задачи решаем. Ну и, наконец, самая такая большая группа шаблонов паттернов – это паттерны поведения. С их помощью можно эффективно запрограммировать то или иное поведение, которое очень часто встречается. Но здесь есть и большие, и простые, и сложные паттерны. Мы попробуем посмотреть один из паттернов – это паттерн состояния, который фактически реализует так называемую стейт-машину. Например, это часто используется в системе документа оборудования. Ну давайте начнем с паттерна одиночки – «Синглтон». Часто по-английски он называется «Синглтон», часто по-русски его также и называют «Синглтон», хотя в переводе означает «одиночка». Идея паттерна следующая – это порождающий паттерн, задача которого – сделать так, чтобы объект какого-либо класса, вернее, сделать так, чтобы у нас в программе могло существовать не более одного объекта данного класса. Мы с вами знаем, что вообще обычно объекты у нас создаются оператором Нью, это и PHP, и касается других объектно-ориентированных языков программирования. И оператор Нью каждый раз создает нам новый объект. Вот нам надо спроектировать наш класс таким образом, чтобы в программе могло образоваться не более одного объекта данного вида. Сразу возникает вопрос, зачем это нужно? Тут могут быть разные причины. Ну, например, мы реализуем класс, который предоставляет доступ к настройкам нашего приложения. Ну, например, к какому-нибудь конфигурационному файлу. Но эти настройки существуют в единственном экземпляре. То есть бессмысленно иметь в наличии множество объектов данного класса. Или другой вариант. У нас в приложении используется единственное соединение с базой данных. И мы хотим из любой точки нашего приложения получать доступ к объекту этого соединения, к объекту этого условно DB Connection. Но соединение ровно одно. Но чтобы у нас не было проблем с доступом к этому единственному объекту, и более того, чтобы случайно или намеренно мы не создали два таких объекта, которые непонятно как будут работать с одним и тем же ресурсом, соединением с базой данных или конфигурационным файлом, мы можем как раз применить паттерн Singleton. Он обеспечивает, во-первых, наличие не более одного объекта данного вида, данного класса в программе, раз. И, во-вторых, должен обеспечить единую точку доступа к этому единственному объекту. Как обычно этот паттерн реализуется? Тут главная проблема заключается в том, что у нас в PHP, да и в других языках программирования, есть оператор New, который всегда создает новый объект. Он при этом еще вызывает конструктор, но нам от этого не легче. Дело в том, что конструктор вызывается уже после того, как объект создан. Возникает вопрос, а как же тогда ограничить возможность создания нового объекта? Ну, давайте сразу на примере попробуем это посмотреть. Вот я здесь сделал такой простейший класс на вот эту часть, закомментированную, пока можете не обращать внимания. Вот я сделал некий класс. Я назвал его Singleton, но пока это не Singleton. Для того, чтобы мы вообще могли как-то различать объекты этого класса, я сделал здесь публичное поле Data, и конструктор этого класса, который, как мы помним, вызывается каждый раз, когда создается объект этого класса, заполняет это поле случайным целым числом. Вот функция RAND как раз этим и занимается. Вот она. Но, повторюсь, в данный момент это никакой не Singleton. То есть никто не мешает нам несколько раз на программе New, Singleton, New, Singleton, мы получим разные объекты, которые будут хранить разные значения в своих полях Data. Давайте в этом убедимся. Поскольку конструктор, как я уже сказал, поле Data заполняет случайным значением, генерируемой стандартной функции PHP RAND, то мы с вами это увидим. Вот страничка, которая использует этот класс Singleton. И вот здесь, обратите внимание на пятую, шестую строчку, я создаю два объекта класса Singleton. Это будут именно два объекта. Для того, чтобы в этом убедиться, два разных объекта, чтобы в этом убедиться, я выведу значение поля Data. Так как оно генерируется каждый раз случайное, то мы увидим, что оно действительно разное. Давайте я сейчас запущу браузер. Так, Open Server у меня. Работает. И сейчас беремся до этой странички. Вот обратите внимание, да, я тут подожимаю несколько раз F5 обновление странички. Видите, разные значения. То есть, на самом деле, это действительно два разных объекта, а никакой не Singleton сейчас пока, которые хранят разные значения в своих полях Data. Вот наша задача превратить этот класс в Singleton. То есть, сделать так, чтобы у нас в программе могло образоваться не более одного объекта этого класса. Что нам нужно для этого сделать? Ну, давайте посмотрим на схему. Но первое, первое. Нужно на самом деле запретить вообще создавать объекты операторам Нью. Я уже сказал, что оператор Нью всегда создает новый объект. Делать что-то там дальше в конструкторе уже поздно. Там уже поздно отменять создание объекта. Вопрос, а как запретить создание объекта данного вида? Можно сделать конструктор приватным. Вы наверняка знаете, что приватный модификатор означает, что доступ к этому элементу класса, к этому члену класса, поле или методу, а конструктор, как вы помните, является методом. Так вот, для приватного члена класса доступ возможен только из этого класса. Это значит, что как только я сделаю конструктор приватным, я уже не смогу в моей программе писать NewSingle.to. А если я попытаюсь это сделать, ну, естественно, получу ошибку. Вот, видите, мне говорит, что невозможен вызов приватного конструктора вне моего класса. Ну, вот тогда возникает вопрос, а как же тогда вообще получить единственный экземпляр этого класса? Приватный конструктор не означает, что его нельзя вообще вызвать. Его можно вызвать, но только из метода этого же класса. Вопрос, а из какого метода этого класса его вызывать, если для вызова метода нужно наличие объекта? А чтобы вызвать объект, нужно вызвать сначала оператора NewSingle.to. Но мы также знаем, что у нас в классе, кроме обычных методов, могут быть еще так называемые статические методы. Статические методы – это методы, которые вызываются не для какого-то конкретного объекта, а просто как своего рода такие функции. Так вот, несмотря на то, что конструктор приватный, мы его можем вызвать из статического метода этого же класса. Если при этом статический метод будет публичным, то, в принципе, нам это как раз подойдет. Что нам это дает? Дело в том, что статический метод вызывается не для объекта, то есть в момент вызова статического метода объекта еще нет в наличии. Это значит, что в статическом методе мы можем сделать проверку на то, создавали ли мы ранее объект данного вида или нет. И если не создавали, то создать его, а если создавали, то не создавать новый, а использовать ссылку на ранее существующий. Для этого нам только нужно будет сохранить ссылку на ранее созданный объект, тот самый единственный объект Singleton, где-нибудь, например, в приватном статическом поле. Это поле будет приватным, чтобы никто его снаружи, опять же, не мог модифицировать, и статическим, чтобы мы до него могли добраться из нашего статического метода. Ну вот, давайте я это и сделаю. Итак, для превращения этого класса в синдром, во-первых, я сделал конструктор приватным. Поле дата у нас осталось таким же. Я сделаю приватное статическое поле instance, которое изначально будет пустым. И вот такой метод, getInstance. Этот метод будет делать следующее. Он проверяет, пустое ли у нас поле instance, то есть создавался ли ранее экземпляр объекта данного вида. Если поле пустое, и у нас вообще нет ни одного объекта этого вида, то мы его создаем. Вот здесь у нас вызывается конструктор. Обратите внимание на эту строчку. Мы здесь можем вызвать приватный конструктор, так как находимся внутри того же класса. Сохраняем ссылку на вновь созданный объект в этом поле instance, и возвращаем ссылку на него. То есть при первом вызове метода getInstance будет создан единственный объект этого класса, ссылка, которая будет сохранена в поле instance. А при повторных вызовах этого метода мы, так как и знал, вернет нам ложь, мы создавать новые объекты не будем, а вернем ссылку на существующие. Ну давайте проверим, как это работает. Единственное только теперь, мы в программе не можем пользоваться, как я уже сказал, оператором new, а должны будем использовать статический метод getInstance. Теперь при первом вызове метода getInstance будет создан объект singleton, первый и единственный, а все последующие вызовы метода getInstance будут возвращать ссылку на ранее созданный объект. Как мы в этом убедимся? А мы в этом убедимся, проверив значение поля data. Оно теперь будет одинаковое для всех объектов, по той простой причине, что это не множество объектов, а один и тот же объект. Вот обратите внимание. Видите, одно и то же значение в поле data, потому что это один объект. Правда, есть определенная особенность PHP. Мы знаем, что в PHP объекты могут быть созданы еще несколькими способами. Например, клонированием объекта или восстановлением при десереализации. Вот для того, чтобы эти варианты тоже нам не могли создать новых объектов singleton, можно переопределить специальные методы clone wakeup и сделать для них пустую реализацию. Вот так. Это гарантирует нам, что в принципе теперь у нас действительно будет только один объект этого класса. Вот такая простейшая реализация singleton на PHP. Вопросы здесь есть, коллеги какие-нибудь? Хорошо. Давайте тогда посмотрим следующий интересный паттерн. Это структурный паттерн, адаптер. Адаптер позволяет решить проблему несовместимости интерфейсов, компонент, который вы хотите использовать. Ну, например, у вас есть некая служба, то есть некая компонента, например, которая предоставляет вам информацию о погоде. Она состоит из набора методов, позволяющих получить температуру, скорость ветра и прочее. Вы, соответственно, запрограммировали использование этой компоненты в вашем приложении. Но оказалось, что эта компонента ограничена. То есть она позволяет получить информацию о погоде не на всем земном шаре, а, например, только в одной стране. Например, в России. А вы решили расширить функционал вашего приложения так, чтобы она показывала погоду и в других странах. Для этого вы решили подключить дополнительную компоненту, другую компоненту, которая тоже предоставляет информацию о погоде. Проблема в том, что эта другая компонента имеет иной интерфейс. То есть, в принципе, она решает те же задачи, предоставляет информацию о погоде. Но непосредственно набор методов, он несколько иной. То есть для того, чтобы задействовать эту вторую компоненту, придется серьезно переписать код. Вот чтобы не заниматься переписыванием кода, можно воспользоваться шаблоном адаптер. Адаптер. Идея заключается в том, что описывается интерфейс исходной компоненты. Во всей программе вы используете именно интерфейс, когда вам нужно задействовать другую компоненту с другим интерфейсом, вы создаете класс, реализующий интерфейс исходной компоненты и преобразующий вызовы методов исходной компоненты в вызовы методы второй компоненты. Кстати, отличие адаптера от другого, немножко похожего шаблона, который называется прокси. Так вот, отличие адаптера заключается в том, что прокси просто вызывает метод другой компоненты, то есть обеспечивает, например, удаленный вызов. А адаптер обеспечивает определенные преобразования. Это могут быть преобразования данных, преобразования поведения и так далее. Ну вот, можно посмотреть на схему. То есть у нас есть некий сервис, предоставляющий нам функционал, но интерфейс этого функционала несовместим с тем интерфейсом, который использует наше клиентское приложение. Мы можем сделать вот такую прослойку адаптер, который с одной стороны реализует интерфейс, необходимый нашему приложению. Вот он, client интерфейс. А с другой стороны, для реализации этого интерфейса использует сервис или компоненту с другим интерфейсом, преобразуя вызовы методов клиентского интерфейса, вызовы методов компоненты, а также выполняет дополнительные преобразования. Давайте посмотрим это тоже на примере. Вот у нас адаптер. Здесь немножко побольше файлов будет. Итак, допустим, у нас есть сервис, который предоставляет информацию о погоде. Ну, например, в России. Интерфейс, то есть функционал этого сервиса, описывается вот таким интерфейсом. Вот он. Интерфейс, weather service. Все, наверное, знают, что такое интерфейс. Это фактически набор заголовков методов. Задача интерфейса – описать функционал, который кем-то там будет реализован. Мы видим, что наша компонента, реализующая интерфейс weather service, может предоставить информацию о температуре, о ветре, о температуре, ощущаемой так называемой температуре, которая может зависеть от ветра, от влажности. И самое главное, всю эту информацию этот сервис предоставляет для определенного города, который должен быть сначала задан методом setPosition. То есть работа с этой компонентой подразумевает, что мы создаем экземпляр класса, реализующего данный интерфейс, вызываем у него сначала метод setPosition, указываем город. Ну, а потом можем запрашивать температуру, ветер и ощущаемую температуру. Причем, ну, здесь это не написано, но подразумевается, что температура возвращается в градусах Цельсия, ветер в метрах в секундах и ощущаемая температура тоже в градусах Цельсия. Такой функционал реализован, например, для России в виде вот такого класса. Класс Russian Weather, он реализует данный интерфейс. Как он его реализует? Метод setPosition просто запоминает город в поле city. Ну, а методы getTemperature, getWind и getFillSlightTemperature возвращают информацию в зависимости от того, какой город мы указали. Ну, в данном случае это, конечно, не настоящий сервис. Я просто запрограммировал для примера два города, Москва и Санкт-Петербург, которые возвращают просто какие-то константные значения. Ну, допустим, температура для Москвы 25 градусов, для Санкт-Петербурга 18. По всей остальной России стабильно 20 градусов. То же самое с ветром. В Москве 5 метров в секунду, ну, в Санкт-Петербурге обычно ветра на 13 метров, на всей остальной территории расти практически штиль. Ощущаемая температура, поскольку ветер у нас в Москве и Санкт-Петербурге присутствует, она немножко меньше. Ну, а для остальной России все то же самое. Как теперь воспользоваться этой компонентой? Ну, в принципе, ничего сложного. Мы создаем объект компоненты, вызываем метод setPosition, указывая город, и дальше мы, вызывая методы getTemperature, getWint и getFeelsLikeTemperature, можем получить необходимую нам информацию. Ну, давайте проверим, что это работает. Здесь пока никакого адаптера нет. То есть мы просто описали интерфейс компоненты, функционал компонента, вернее, с помощью интерфейса, и реализовали этот функционал данным классом. Так, давайте попробуем открыть этот тест. Ну, вот эту информацию мы получили по Москве. Если мы сейчас, например, попробуем получить информацию по Санкт-Петербургу, он у нас там тоже запрограммирован, то да, мы эту информацию увидим. Ну, вот видите, температура, там скорость ветра поменялась. Город только. Ну, здесь город был просто жестко прописан. Хорошо. Но теперь мы хотим получать информацию о погоде не только в Москве и Санкт-Петербурге, но, например, еще в Вашингтоне и Нью-Йорке. Но ведь наш сервис эту информацию не предоставляет, вот здесь он не может получить информацию о погоде в этих городах Нью-Йорк и Вашингтон. Хорошо. Мы разработали или получили какую-то стороннюю компоненту, которая умеет, вернее, предоставляет информацию о погоде вот в этих двух городах американских, Нью-Йорк и Вашингтон. Значит, вот эта компонента. В принципе, да, она эту информацию предоставляет. У нее есть метод getTemperature, getWint, но, обратите внимание, она не реализует интерфейс Weather Service. То есть, ее функционал вроде бы похож на то, что нам нужно, но немножко по-другому реализован. То есть, во-первых, здесь, да, есть методы getTemperature, getWint, но нет метода getFillsLikeTemperature. Вообще нет. Раз. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что методы getTemperature и getWint, они принимают в качестве параметра координаты широту и долготу. Обратите внимание, метода setPosition здесь тоже нет. То есть, по-другому задается город. Если здесь мы должны были сначала город задать, а потом могли спокойно вызывать getTemperature, getWint, то здесь мы должны, во-первых, передавать координаты, а не город. И, во-вторых, делать это каждый раз при вызове методов getTemperature, getWint. Вот. Это вторая проблема. Но есть еще и третья проблема, которая тут не очень очевидна, если не прочитать комментарии. Дело в том, что наш сервис, который возвращал погоду в Москве и Санкт-Петербурге, температуру возвращал в градусах Цельсия, а ветер в метрах в секунду. А вот этот сервис, который мы решили задействовать, возвращает температуру в градусах Фаренгейта, а ветер в футах в минуту. То есть, да, функционал вроде нам подходит, но непосредственно, напрямую задействовать его мы в нашей программе не можем. Если мы сейчас попытаемся его задействовать вот таким вот образом, то есть, опять же, так же, как мы использовали нашу исходную компоненту, создадим объект компоненты US Weather Service и попытаемся вызвать методы getTemperature, getWint, getFillsLikeTemperature, мы сейчас получим кучу ошибок. Давайте на них посмотрим. Вот они, видите? Он нам, естественно, начинает ругаться, что недостаточно аргументов для метода getTemperature, потому что надо передавать широту и долготу, что вообще нет метода getFillsLikeTemperature и так далее. Но более того, если мы даже умудримся вызвать эти методы, возвращать они нам будут не те данные, то есть, они будут возвращать градус Фаренгейта и скорость футах в минуту. То есть, представляете, мы во всей программе использовали вот такой интерфейс для работы с сервисом, предоставляющим погоду, а теперь нам надо дополнить это во многих местах программы, повторюсь, чтобы параллельно шла работа и с этим сервисом. Как бы нам этого избежать? Как бы подогнать интерфейс вот этого нового сервиса, US Weather Service, под интерфейс ранее использованного сервиса? Вот здесь нам на помощь как раз приходит адаптер, шаблон адаптер. Мы создадим вот такой класс US Weather Adapter. Обратите внимание, сам этот класс реализует интерфейс Weather Service, то есть, тот самый функционал, который уже использован в нашем приложении. У нас написано, что этот класс реализует функционал нашего исходного сервиса. Раз он его реализует, значит, он содержит методы getTemperature, getWind и getFeelsLikeTemperature, которые должны возвращать градусы Цельсия и скорость в метрах в секунду. А, еще у него, естественно, есть метод setPosition, который позволяет задать город, погоду, в котором мы хотим узнать, причем не в виде широты и долготы, а в виде названия города. Но как этот адаптер будет реализовать данный функционал? Сам-то он погоду получать не может. Он для этого будет использовать методы того сервиса, той компоненты, которая выдает реальную информацию. Но для этого, во-первых, адаптер должен содержать ссылку на эту компоненту. Поэтому обратите внимание, у адаптера есть конструктор, который в качестве параметра принимает компоненту, предоставляющую информацию о погоде в Вашингтоне и Нью-Йорке. Конструктор запоминает ссылку на этот сервис в приватном поле. А дальше мы реализуем методы интерфейса в эзо-сервис. Ну, во-первых, метод setPosition в соответствии с этим интерфейсом он должен получать название города и запоминать его. Но поскольку сервис, US as a service, на самом-то деле требует не названия города, а его координаты, поэтому мы, вот наш адаптер как раз занимается переводом, то есть адаптацией данных, переводом названия города в координаты. Для Вашингтона и Нью-Йорка. Осуществили перевод, в данном случае просто тупо с помощью свеча и запомнили координаты в этих приватных полях. Дальше. Методы getWint. Для того, чтобы получить температуру, мы берем ссылку на сервис, которую ранее сохранили в приватном поле сервис, конструктор сохранил. Вызываем метод getTemperature уже реального сервиса, который реально может выдать нам температуру. И указываем координаты, которые ранее сохранили методом setPosition. Получаем температуру, но мы помним, что US Weather Service возвращает температуру в градусах Фаренгейта, а интерфейс Weather Service требует, чтобы возвращалась температура в градусах Цельсия. Поэтому наш адаптер еще и занимается переводом. То есть он не просто осуществляет проксирование вызова. Вот это было бы, если бы у нас не было вот этого перевода, это фактически было бы просто шаблон прокси. Но здесь мы еще и занимаемся преобразованием температуры. То есть из градусов Фаренгейта в Цельсию. Точно так же реализован метод getWint. Мы тоже вызываем метод getWint сервиса, реального сервиса, US Weather Service. Передаем координаты, получаем скорость ветра, только скорость ветра мы получаем в футах в минуту, нам нужно перевести это в метро секунду. Вот мы этот перевод осуществили. А вот с методом getFillsLikeTemperature еще сложнее. Дело в том, что этого метода вообще нет в US Weather Service. То есть он вообще не подразумевает получение ощущаемой температуры. Но здесь нам придется самостоятельно реализовать. Ну вообще говоря, для того, чтобы получить температуру по ощущениям, надо знать три вещи. Реальную температуру, скорость ветра и влажность. Но, к сожалению, влажность мы тут не знаем, поэтому я здесь набросал формулу, которая работает, то есть она не использует влажность, но работает при высокой влажности. Поскольку Вашингтон и Нью-Йорк расположены на берегу Атлантического океана, то влажность там обычно высокая. Поэтому мы можем с некоторым приближением считать, что все нормально. Вот эта формула. Она использует реальную температуру, которую мы можем получить методом getTemperature, и реальный ветер. Тут есть некоторые коэффициенты. Повторюсь, эта формула примерно работает при высокой влажности. То есть таким образом мы реализовали в нашем адаптере вот этот интерфейс, методы этого интерфейса, weatherService. Теперь в нашей программе нам остается создать объект адаптера. объект адаптера. Не забыть ему в качестве параметра конструктора передать объект сервис. И дальше мы можем объектом адаптера пользоваться так же, как сервисом, который был у нас ранее. Ну, давайте запустим наше приложение. У нас тут еще ошибки какие-то остались. Сейчас мы их уберем. А, мы забыли метод setPosition, конечно, вызвать. Вот так. Вот, все у нас замечательно заработало. Коллеги, вопросы есть какие-нибудь? Коллеги, еще что-нибудь пояснить нужно здесь? Все понятно. Хорошо. Ну, и давайте посмотрим еще один пример паттерна. Он будет немножко посложнее. Точнее, он даже не сложный, просто он пообъемнее. Это паттерн, который называется просто составляющий стейк. Его еще называют стейт-машиной, потому что он фактически реализует стейт-машину, как конечный автомат. Очень часто этот паттерн используется для реализации документа оборота, поскольку позволяет красиво отслеживать состояние документов. Ну, например, он используется при реализации так называемых воркфлоу, отслеживание перемещения информации в рамках организации. Ну, вот простейший пример воркфлоу для некого документа, назовем его invoice, который должен быть создан сначала как черновик, дальше кем-то проанализирован и либо подтвержден, как говорят заэпрувлен, либо задиная, то есть отменен. Вот, анализ будет осуществляться на основе суммы этого документа. Предполагается, что мы хотим иметь функционал, который позволяет, во-первых, хранить состояние этого документа, отслеживать переход документа из одного состояния в другое. Ну, и самое главное, анализировать эти переходы. То есть вот здесь белые прямоугольники – это состояние. У нас наш invoice может находиться в одном из трех состояний – draft, review, и prompt, и deny. И, соответственно, есть три перехода или три действия экшена, как их называют. Экшен переводит наш документ из одного состояния в другое. Причем эти переходы, они условные, то есть они выполняются при выполнении определенных условий. Например, из драфта, то есть из черновика, наша накладная, наш счет в состоянии review может перейти только если она заполнена, то есть если там не нулевая сумма. Если сумма нулевая, то документ должен остаться в состоянии драфта. Когда же он перешел в состояние review, то в зависимости от суммы либо происходит экшен, который называется approve, если сумма, например, меньше двух тысяч, либо экшен, который называется deny, если сумма больше двух тысяч. Вот нам нужно все это автоматизировать. Ну, на первый взгляд все просто. Мы делаем некий документ, ну, некий класс там, invoice, делаем в нем некое поле, состояние и делаем методы, совпадающие по названиям с экшенами. Соответственно, onReview, approve, deny. Однако, в реальности, если это сделать в документе, то, во-первых, это будет весьма громоздко. Даже вот для этого простейшего workflow, имеющего всего четыре состояния и... Три экшена. Реализация этих экшенов будет состоять из нескольких ифов или свитчей. А если workflow будет гораздо более сложной, то все это превратится в страшно нечитаемый код, в спакетти код. То есть у вас будет такой огромный свитч или такой листинг ифов. В зависимости от того, в каком мы сейчас находимся состоянии, можно выполнять то или иное действие или нельзя. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что таких документов у нас может быть много. И для каждого из них нам нужно отслеживать его workflow. Что же предлагает pattern state, состояние? Идея заключается в том, что состояния отслеживаются отдельными сущностями. То есть документ, в котором мы отслеживаем... Вернее, состояние, которое мы отслеживаем, здесь называется контекстом. А сами состояния программируются с помощью объектов отдельных классов. То есть мы на каждый вид состояния создаем отдельный класс. Вот у нас в workflow есть. четыре состояния draft, review, approved, denied. Мы создадим четыре класса. Draft state, review state, approved state и denied state. Все они будут наследниками одного общего класса state. Или реализовывать один интерфейс state. А экшены, то есть вот эти стрелочки, будут представлять из себя методы. Методы, описанные в этих состояниях. В базовом классе или интерфейсе состояния мы опишем все методы. То есть on review, on approve, on deny. А в классах наследников, то есть в конкретных состояниях, мы реализуем только те экшены, то есть те переходы между состояниями, которые допустимы в соответствии с вот этим workflow. То есть, например, в классе draft state будут методы on review, on approve, on deny, но реализован будет только метод on review. В классе review state будут реализованы методы approve, deny, но не будет метода on review и так далее. Ну, сейчас мы посмотрим это в коде. Там же можно запрограммировать и сами экшены, вернее, вызов этих экшенов в зависимости от различных условий. Давайте посмотрим на код. Кода, повторюсь, здесь будет немножко побольше. То есть может показаться, что он немножко объемный, но тем не менее. Значит, во-первых, сам документ. Вот здесь описаны два класса. Во-первых, я сделал абстрактный класс документ. Но подразумевается, что этот класс будет являться родителем для всех классов, которые, во-первых, работают с состояниями workflow. Обратите внимание, здесь есть приватное поле state. Соответственно, метод get state, позволяющий получить состояние. Метод change state. И, соответственно, методы, которые выполняют вот эти три экшена. Verify, proof и deny. Verify – это экшен, который связывает. Это вот этот экшен, который связывает драфт и review. И абстрактный метод getSumma, который реализован в конкретном наследнике. Ну, в качестве примера я сделал вот такой класс invoice. То есть он реализует getSumma, который там задается где-то в конструкции. Вот здесь. Там еще контрагент задается. И для наглядности я переопределил метод toString, который показывает мне, отображает информацию о контрагенте и этой сумме. Как же хранятся сами состояния? То есть, да, у нас здесь есть поле, приватное поле state, но что оно будет хранить? Как запрограммированы сами состояния? Состояния запрограммированы с помощью следующих классов. Во-первых, базовый класс, который называется просто state. Вот он. Это абстрактный класс, от которого наследуются все другие классы состояния. То есть, обратите еще раз внимание, каждое состояние workflow, вот здесь, это один класс. В этом и заключается главная идея этого шаблона. Что здесь есть? Здесь есть конструктор, который сохраняет ссылку на объект. То есть, состояние всегда знает, чье оно, кому оно принадлежит. Здесь есть метод onEnterState, который позволяет нам реализовать определенную логику при переходе в состояние. И здесь есть методы verify, approve, deny. Это все экшены, которые, в принципе, в этом workflow присутствуют. Обратите внимание, в этом абстрактном классе они имеют все пустую реализацию. Причем это не абстрактные методы. Это сделано специально для чего? Для того, чтобы мы могли в наследниках переопределить только те методы, которые реально исходят из этого состояния. Например, вот у нас состояние draft. Вот оно на схеме, состояние draft. Из него выходит только один action. Это action verify. Поэтому в классе draft.state, который является наследником стейта, мы переопределяем только метод verify. Он проверяет, что у нас сумма документа больше нуля. И если это так, методом change.state документа переводит документ в другое состояние. А метод change.state вызывает, соответственно, он сохраняет новое состояние, которое ему передано как параметр. Ну и вызывает он enter.state, что позволяет реализовать определенную логику. То есть при переходе в состояние, где он у нас тут был-то, вот он draft.state, мы переводим из draft.state по action verify наш документ в состояние review. Обратите внимание, этот перевод возможен только если сумма больше нуля. Когда документ попадает, да, ну и опять же для наглядности я переопределил здесь метод toString, чтобы он возвращал название состояния. Когда документ попадает в состояние review.state, которое реализовано классом, одноименным классом review.state, здесь из review.state у нас доступны два экшена approve и deny. Соответственно, в классе review.state мы переопределили два из трех унаследованных экшенов approve и deny. Ну а verify остался не переопределенным. В методе onEnterState, то есть при входе в состояние review, мы можем проанализировать. Если сумма по документу больше 2000, мы его deny, то есть отправляем в состояние deny. Если меньше, мы его approveим. Ну и наконец, два последних состояния. Они называются терминальными состояниями, потому что из них не выходит ни одного экшена. Это состояние approved и denied. Видите, из них ни одной стрелочки не выходит. Они, соответственно, реализованы двумя вот такими классами. Видите, здесь вообще ни один из методов экшенов не переопределен. То есть, соответственно, даже если их вызвать, просто ничего не произойдет. И то же самое от denied. Теперь мы можем в нашей программе проверить, как это будет работать. Давайте я открою, собственно, тест, тест PHP. Обратите внимание, я здесь создал три экземпляра этого инвойса. Один с суммой 500. Он должен автоматом попасть в состояние approved. Другой с суммой 2,5. Он должен у нас попасть в состояние denied, так как превосходит сумму. И, наконец, еще один инвойс с суммой, обратите внимание, dole. Он должен остаться в состоянии draft, поскольку action verify его дальше не пропустит. Давайте попробуем открыть эту страничку и протестируем, как это будет работать. Так, это у нас... Нет, это не адаптер. Адаптер оставим на месте. Это у нас state. Вот, обратите внимание, наш документ с суммой 500 из состояния draft перешел в состояние on review, а затем в состояние approved, потому что сумма меньше 2000. Другой документ с суммой 2,5. Он из состояния draft перешел тоже в on review, а оттуда в denied, потому что сработал action denied, так как вот эта сумма больше 2000. Ну и, наконец, третий документ. Вот они, рога инкопыта с суммой 0. Видите, его состояние, draft, он никуда дальше не пошел, потому что метод verify для него не был вызван, так как сумма нулевая, и документ остался в черновиках. Вот то, что мы с вами сделали, и называется шаблоном state. Повторюсь, здесь главная идея заключается в том, что каждое состояние нашего workflow мы программируем отдельным классом, вот они, approved state, denied state, draft state и review state. А каждый action нашего workflow мы программируем методами этого состояния. Причем эти методы verify, approve, deny не у всех классов стейтов, но реализованы они реально только в тех классах, для которых эти экшены применимы. То есть на нашей схеме workflow, еще раз повторюсь, вот это у нас прямоугольнички, это состояние, а стрелочки это action. Вот такой может показаться немножко громоздкий шаблон state, но тем не менее он позволяет очень удобно и, главное, наглядно программировать workflow. Это гораздо нагляднее, чем программировать этой кучей if-ов или свитчей. Хорошо, тогда мы с вами на сегодня наш семинар закончим. Вот тогда всем спасибо, всем всего доброго.